Ксения Главицкая И сегодня мы поговорим о книге для лиц старше 16 лет Я имею ввиду книгу «Воды слонам» авторства Сары Груэн Книга очень живая, трогательная и настоящая, но и одновременно жестокая В ней столько всего важного и любовь, и взаимопонимание, и просто человеческие отношения 90-летнему старику Якобы Янковскому, который сейчас обитает в доме престарелых Есть что вспомнить со времен своей молодости Его студенты-ветеринара во времена Великой Депрессии Забросила судьба в передвижной цирк братьев Бензине Парад Алле, дрессированные животные, карлики и силачи А еще очень много уникальных номеров Но возле кулиси цирка оказывается совсем не таким чарующим, как показалось Якобы сначала Автор виртуозно переключает годы Ты начинаешь читать и забываешь, кто ведет повествование, молодой юноша или 90-летний старик И ты погружаешься в такое же забвение, как и наш старый рассказчик В книге показана кровавая безумная изнанка цирка времен Великой Депрессии И если в цирке мы видим красивую обертку и все грязные тайны остаются внутри То в обычном мире в то время все наоборот Богачи кутят в закрытых заведениях, их дамы пахнут духами Они играют в азартные игры и едят вкусную еду А на улицах, наоборот, нищета и бесчинство Братья Бензине – самый великолепный цирк на Земле Или самый ужасный Это место, от которого на самом деле мурашки бегут по коже От него просто захватывает дух, как от восторга, так и от ужаса Это место, где неугодных рабочих сбрасывают с поезда на полном ходу Лимонад здесь разбавляют водой из конских корыт А процеживают через клоунские панталоны Здесь даже похороны превращают в цирковое представление Учтите, что эти люди пойдут на все, чтобы набить свои карманы лишней парочкой долларов В 2004 году в течение аж 12 недель «Воды слонам» удерживала позицию бестселлера «Билетристики в твердом переплете» По версии New York Times Очень атмосферная и яркая книга и настолько же завораживающая, насколько завораживающее представление цирка «Братья Бензине» Персонажи прописаны виртуозно и начинаешься переживать, как настоящим людям Главный герой Якоб получился прекрасным и в 20, и в 90 лет Да и остальные персонажи – Август, дядюшка Эрл Кинко и даже слониха Рози За ними было интересно наблюдать и сопереживать им С вами была Главицкая, до новых книг Ну а Дима Страстенко скажет спасибо за любой гаджет Он может быть недорогим, но самое главное, чтобы он был интересным Всем привет! Новый год наступает на пятки Подарки, надеюсь, уже заготовлены А как удивить окружающих технологиями по-новогоднему, смотрим прямо сейчас Небольшая, но симпатичная елка, а может и большая, как пожелаете Украсит рабочий стол и лишний раз напомнит о празднике Ее основа – USB-хаб, а сама она выполнена из прозрачного пластика При подключении к компьютеру гаджет начинает светиться разными цветами А что особенно приятно, подарок обойдется недорого Всего несколько сотен рублей И пригодится на следующий год А значит, не придется выбрасывать, когда придет то самое заветное время А вот от этого камина не будет сажи Зато квартиру наполнит атмосфера уюта Никакой древесины и хлопот Электрический собрат подойдет для любого помещения И уж точно не станет источником копоти Инструкция по установке такого устройства очень проста Прислонить камин к стене или повесить на нее Подключить блок питания к розетке Выкрутить отопление на максимум и наслаждаться теплом Ну а если жаль тратить деньги на полноценный камин Всегда можно найти его имитацию Тлеющие бревна и приятный треск будут сопровождать вас в новогодние праздники Добро пожаловать в сказку! Любителям технологий обязательно придутся по вкусу новогодние шары Которые будут слушаться хозяина и по щелчку пульта светиться в темноте Кроме того, по той же схеме они меняют и свой цвет Так что зачем покупать обычные шары одного цвета, если их место могут занять новогодние гаджеты? Крупные шары хорошо смотрятся не только на елке, но и как праздничное украшение интерьера Светодиодные свечи из воска, настроение праздника и абсолютная безопасность Такие устройства не станут причиной локального ЧП и всегда сохранят свою форму А значит их смело могут использовать даже маленькие дети Воск настоящий, а пламя светодиодные Несмотря на то, что огонь не горячий, свечи удивительно реалистичны и создают праздничную атмосферу Кроме того, ими можно управлять дистанционно Ну а цена такого гаджета зависит от размера и формы выбранной модели А скоротать выходные поможет необычный деревянный 3D-пазл Эйфелевой башней и фигурками животных никого не удивишь А вот эти экземпляры сойдут за настоящее произведение искусства Надо сказать, игрушка подойдет не только детям, но и взрослым Ведь его помощью можно воссоздать реалистичную модель Дизайнеры даже предлагают собрать настоящий средневековый инструмент И главная фишка этого конструктора – на собранном инструменте можно играть Круто, не правда ли? С наступающим, друзья! И да пребудут с вами только полезные и интересные гаджеты Пока-пока! Лет 10 назад Виталию Морозову можно было подарить диск с хорошим фильмом Ну а теперь уже гораздо более практичным будет такой подарок Подписка на онлайн кинотеатр Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Морозов Ну что ж, праздник уже на пороге И за то время, пока шел наш предновогодний киномарафон Мы пересмотрели с вами огромное количество фильмов, посвященных Новому году и Рождеству И вы знаете, сегодня я подумал о том, что в эти праздничные дни вы увидите еще огромное количество фильмов, которые будут демонстрироваться по телевидению Вы вспомните те фильмы, которые рекомендовал вам я, посмотрите свои любимые картины И я думаю, что не один раз и в повторах сможете посмотреть самые полюбившиеся моменты Давайте сегодня поговорим о новогодних каникулах, ведь они будут достаточно продолжительными И вы будете активно отдыхать, кататься на лыжах, на коньках Ну и, конечно, обязательно сходите в кино И сегодня мы поговорим о премьерах, которые будут ждать нас в январе этого года Давайте посмотрим И, пожалуй, самым ожидаемым из них станет возвращение на экраны актера Хью Джекмана И в этот раз не в роли супергероя с когтями, а в образе эксцентричного офисного работника Который организовал лучшее в мире цирковое шоу И даже изобрел само название – «Шоу-бизнес» Это фильм «Величайший шоумен» После того, как фирма, в которой работал Финеас Тейлор Барнум, обанкротилась Он понял, что судьба подкинула ему очередной шанс осуществить свою мечту И он решает создать завораживающее представление-сенсацию Которая стала рождением мирового шоу-бизнеса Появление на экране Джекмана уже гарантирует нам непроходную картину Но, кроме того, это отличный повод сходить в кино в долгие праздничные выходные Не такую жизнь я для вас представлял Я обещал окружить тебя магией, волшебством Посмотри на наших девочек Больше мне ничего не нужно Если бы все ваши мечты сбывались Чего бы вы пожелали? Девочки, кажется, у меня идея Представьте место, где можно увидеть то, чего больше нигде нет Весьма экстравагантная затея Людей привлекают диковины и странности Ясно? Знакомься, знаменитый ирландский великан Я не ирландец А мы сделаем акцент? Они будут над нами смеяться Они и так смеются Так почему бы на этом не заработать? Неужели тебе этого мало? Дело не во мне Не слушайте их Они пока не понимают Но поймут Ты выходишь на сцену с уродами И представляешь их как равных С каждым днем недовольных все больше Убирайтесь, выродки! Ты рискуешь всем, что создал? А как, по-твоему, я это создал? Тебе не нужна всеобщая любовь А лишь тех, кто любит тебя Совсем стыд потерял? Отец, времена изменились Я больше не хочу быть в твоем мире Ты показал нас миру Дал нам настоящую семью Нельзя сделать что-то новое, слепо подражая другим Я не могу сбежать с бродячим цирком Почему? Ты ведь просто рожден для шоу-бизнеса Шоу-бизнеса? Угу Я не знаю, что это Я его только что придумал Ну что ж, это был небольшой рассказ О том, что же вы сможете посмотреть На новогодних праздниках Я желаю вам счастья и удачи, дорогие друзья Ну и, конечно, побольше хороших, позитивных фильмов Меня зовут Виталий Морозов С Новым Годом, друзья! А у нас у девочек праздничное настроение Создается исключительно нарядом И снова магазин женской одежды Аксессуаров Девушка меня не подвел А сейчас узнаем, что интересного было в Инстаграм в 2017 Всем привет! В этой рубрике мы собрали для вас Самые интересные, красивые или просто любопытные фото и видео Которые наши земляки запустили в социальную сеть Инстаграм на минувшей неделе Новостная лента до отказа забита чудесными новогодними снимками Инстаграмы Арчан наполнились хвоей, огнями и игрушками Что, несомненно, добавляет сказочного настроения Из всего Бороха фотографии хотелось бы выделить две особенно Одни орские родители воплотили в жизнь идею того, как поразить своих детей Фото называется «К нам в гости заходил Дед Мороз и оставил на полу свои снежные следы» Сделать такие следы довольно просто С помощью обуви большого размера и искусственного снега в баллончиках Сейчас он продается во многих магазинах А на улицах Орска уже был замечен Дед Мороз По крайней мере, такое предположение сделал автор следующего видео Увидев на улице голого мужчину с длинной бородой Вероятно, Арчанин просто-напросто приверженец так называемой оздоровительной системы закаливания Иванова В следующей части обзора мы рассказываем о видео, которое заслужили внимание тысяч пользователей всего мира Начнем с видео, которое получило название «Какой русский не любит быстрой езды» Качество ролика так себе, но здесь главная суть Некий мужчина, привязанный к ковшу экскаватора, летает по кругу, бодро помахивая руками Сопровождая действия, всем известная песня «Трава у дома» Да, эту страну не победить, пишут пользователи в сети, комментируя ролик А это видео вызвало массу обсуждений во всех социальных сетях Называется оно «Русские хакеры взломали Рождество» Действие происходит в канун Рождества где-то в США Проснувшись, американский мальчик идет искать подарки под елкой Но находит в гостиной Санту со связанными руками и кляпом во рту Над американским волшебником возвышается российский Дед Мороз Он поздравляет мальчика с Новым Годом и просит читать стихи На этом у меня все, друзья Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом «Урск.ру.обзор» Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику Всем пока, удачных вам снимков! На самом деле этот выпуск уникальный Кто-то из зрителей увидит его в еще старом 2017-м, а кто-то в новом 2018-м Поэтому общее поздравление для всех наших зрителей Желаю вам счастья и добра, пускай у вас все получается И самое главное, пускай ваша семья всегда будет рядом С вами Ангелина Хитарянко Очень сильно вас люблю, спасибо, что смотрите Субтитры подогнал «Симон»